Следующая помада, это жидкая помада-блеск, у которой быстро стерлась, здесь надпись, осталась только на колпачке, это заявлено как жидкая матовая помада, при первом использовании, вот она такая, даже до сих пор, она очень сильно пахла краской, вот открываешь, как будто лаковая краска, которая красит там, не знаю, стены, двери, в общем, жуткий такой запах был, я даже побоялась сначала наносить ее на губы, но потом любопытство взяло верх и все-таки нанесла на губы, причем такой оттенок темный, он, кстати, такой и есть темный на губах, и вот при первом, как при первом нанесении, у нее впиталось настолько это в губы, что я реально не могла это ничем стереть, вот просто именно матовый, надо им очень аккуратно пользоваться, чтобы просто шаг лево, шаг право, оно застывает уже некрасиво, и я его издирала просто мочалкой, а потом почему-то после, по течению времени, то ли я не знаю, то что он открытый полежал, то ли что он не стал таким стойким, блеск тиропомана, да, и я его уже легко убирала, то есть я наносила, мне как-то мне казалось, что вот уже после первого раза, второе и последующее были проще в нанесении, проще можно было подкорректировать, и стиралась гораздо быстрее, и даже стиралась, когда я пила горячий чай, но я ей не так часто пользуюсь, можно даже сказать, что я, наверное, раза три пользовалась, и так она у меня лежит, и вроде как-то выкинуть жалко, но и идти на улицу с таким темным оттенком, как-то я так не решилась, ну, в общем, лежит, и ладно, кстати, несмотря на вот этот вот химический запах, с губами все в порядке, я их никак не восстанавливала после этой помады, не лечила ничем, все как было, так и осталось, так что вот говорю, что у меня до сих пор сомнения гложет, все-таки косметика из чего эта китайская сделана, ну, из чего? Следующие это кисти, кисти также, привет ютубу, как говорится, насмотрела всех бьюти-блогеров, захотелось, хочу-хочу, толком пользоваться не умею, но все равно хочу, это, кстати, не самые первые кисти, самые первые кисти уже, по-моему, если не ошибаюсь, или разобранные детками, или уже даже их выкинула, потому что тогда я просто схватила распродажи самые дешевые, когда уже начала более-менее разбираться, да, сравнивать и заказала другие, то я поняла, что те просто никакие, и все, избавилась от них, а вот эти же мне очень понравились во всем, то есть даже для новичка такого, как я, вот эти кисти классно подходят, чтобы сделать самые любые макияжи, классно наносит, распределяет, ни одна кисточка не развалилась, запаха не было, я ничего не подрезала, не подклеивала, не знаю, там не подшаманивала, то есть у меня получается, вот эти четыре пришли в одном наборе, перевод на русские деньги, по-моему, рублей 90, а эти две я недавно заказывала по одной, они по одной, кажется, столько стоили, по 90, да, тут даже можно увидеть и по тому, как они, в каком состоянии, что я больше пользуюсь вот этими кисточками, это просто тени хорошо набирает, а это растушевывать, они до сих пор мягкие, они плотные, я потом поближе покажу, нет проплешин, длинная ручка, удобно держать, удобно наносить, единственное, что я, честно скажу, я их ни разу не стирала, лишь потому что, ну, нет такой у меня сильной загруженности к кисти, надобности, что они у меня такие прям грязные-грязные, плюс я почти всегда одинаковыми оттенками теней рашусь. Ну, а эти кисточки одни из последних, которые я активно пользуюсь, она мне понравилась, скошенная очень-очень, это пока еще такая новенькая прямая кисть, здесь немножко только неровный ворс, они, кстати, получаются как комплектом, да, здесь скошенная, очень непросто, такая мягкая, такая нежная, такая прям вообще, и вот, получается, я ей румяшки наносила, прям такое ровное распределение, то есть я полностью оценила, что кистями можно сделать красивый макияж, да, боюсь даже представить, что могут профессиональные кисти, ну, опять-таки, в руках непрофессионалы, да ладно, это еще у меня не сильно в ходу, но также просто показываю, что ничего с ней не происходит, мну, тру, там, не знаю, все делают, и ничего из них не выпадает, так что за кисточки 100% китайцам привет и огромное спасибо, что позволяете сэкономить бюджет, при этом качество устраивает. Так, ну и на сладенькое у меня остались пудры и одна штучка, которую я заказала вообще, не знаю, под каким таким соусом, под какими соображениями, зачем я это заказала вообще, но сейчас покажу. Итак, пудра Шугаблокс, я ее уже показывала, 0,3 оттенки, недавняя моя покупка, все хорошо на зеркало сразу отклеилось, ну, тут вот оно зеркало, я его приклеила, и пудра неплотно застегивается, вообще щелчка нет никакого, то есть она открывается на раз-два. Здесь сама составляющая, а здесь спонжик, которым наносим эту пудру. Она дает матовые эффекты, самое главное, не сушит кожу, не засыряет поры, прыщей после нее не появляется. Вообще с пудрами я еще пока на вы, надо на выбрать ее идеально какое-то свое, я не говорю, что это идеально из Алиэкспресса, да, просто. Но как вот первое знакомство, она мне ни капельки не разочаровала, не было подчеркнуто шелушений, что я хотела замаскировать, замаскировалась. А что еще нужно от пудры, ну как, завершающий этап макияжа, по-моему, классный. Плюс, говорю, убирает жирный блеск. Это 0.3, это самый темный оттенок, который предлагался на сайте, что остальные все очень светлые. Ну, специфика, да, там, специфика китайцев, ну, в общем, китайцы, они, наоборот, выбеливают лицо, они светлые, не любят все такое светлое, прям белоснежное. Так что, все-таки, мне кажется, для нас больше подходит вот такой темненький оттенок. Ну и рассыпчатая пудра, которая мне очень-очень нравится. Тоже от Sugar Box. Также я ее уже показывала, сейчас с такой пуховочкой. Вот, и здесь, вот, пожалуйста, набираю кистью. Также легкое невесомое покрытие. Нам, кстати, даже понравилось больше, чем твердое, вот это прессованное. И теперь, не знаю, финиш. Заказала я вот такую штучку. Она очень красивая, да, это классный закос под The Balm. Все, наверное, знают, ну, девчонки, что у The Balm красивое очень оформление, но она достаточно дорогая косметика, как мне кажется, по крайней мере. У них всегда такое вот классное-классное-преклассное оформление. Также пришло и с AliExpress. Открываем коробочку, здесь получается еще то же самое. Она очень приятна, тактильна. Просто прелесть в руках держать. Открываем как книжечку. Ой. Давай. Зеркало. Зеркало не искажает. И вот здесь вот получается два оттенка. Персиковый более такой коричневый, да, как для загара. Но это получается не прессованная пудра, не рассыпчатая пудра. Это такая кремовая основа. Она, конечно, очень приятная, на ощупь очень. Но я, правда, не знаю, вроде бы читала, вроде бы выбирала. Я хотела себе просто что-то типа между румяных корректоров, но я хотела, чтобы оно было не кремовое. И я не прочитала почему-то там, что было написано, что оно будет кремовое. Оно реально кремовое как-то ложится. И, как мне кажется, его видно не очень естественно. Ну, я покажу это все поближе. Так что пока я не знаю, как я этим буду пользоваться, потому что какое-то сильно уж плотное у него покрытие. Просто вот как тональный крем в два оттенка вот таких вот. И как консилер вроде не подойдет, потому что все-таки темное. Так что какая-то у меня такая спонтанная, не очень обдуманная покупка была. Но если обратиться к качеству, то все пришло целое. Зеркало не искажает. Запаха Китая, клея нет. И все очень красиво. Так что, в принципе, наверное, делать техники. Можно подружиться. Ой, и, наверное, это и пригодится мне. Ну, в общем, вот такая у меня была косметика. Такой обзор, вернее, на всю мою косметику с сайта Алиэкспресс. Так что делать выводы сами для себя, стоит ли заказывать там или не стоит заказывать. У меня разочарований нет. Так что не могу зарекаться, что я больше не буду заказывать. Или буду еще больше там заказывать. Не знаю, пока все так между-между. Просто на самом деле, когда увидишь слово распродажи, видишь там какую-то интересную штучку, так и тянется рука заказать что-нибудь. Ну, ладно, это уже совсем другая история. Вам большое спасибо за внимание. Жду ваши комментарии. Просто огромное спасибо за просмотр. До новых встреч и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова